Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня в выпуске. Солнышко, которое светит ему и лучик солнышко, которое в голову бьет – это как бы его озарение. Таланты Арктики. Фестиваль, призванный сохранить самобытность малых народов России, может получить прописку в Анапе. Основные услуги – это регистрация права собственности. Доступность, комфорт, оперативность. Анапский многофункциональный центр вошел в тройку лучших в крае. Теперь я уже в госуслугах и могу оплачивать. За парту в 60 лет анапские пенсионеры осваивают азы компьютерной грамотности и бороздят просторы интернета. Начнем с главного. Десятки тысяч новых учебников, автобусы для перевозки детей и новая инфраструктура. Школы и учреждения дополнительного образования готовятся встретить учеников, набравшихся сил во время летних каникул. Ход подготовки к новому учебному году рассмотрели на антитеррористической комиссии под председательством главы города-курорта Юрия Полякова. Мебель, оборудование для столовых, замена покрытия в коридорах и классах – вопросы на сотни тысяч рублей. Это не считая косметического ремонта. Управление образования заключило 137 контрактов на покупку почти 50 тысяч учебников. Их общая стоимость – порядка 20 миллионов рублей. Предстоит приобрести еще на 8 миллионов. В 2018 году школами заключаются контракты на поставку учебников непосредственно с издательствами, что позволяет избежать поступления контрафактов продукции. Еще одна весомая строка расходов – закупка семи школьных автобусов общей стоимостью 14 миллионов рублей. Сегодня в парке 31 машина. Их приводят в порядок в соответствии с требованиями госавтоинспекции. В школу на автобусах ездят почти две с половиной тысячи школьников. Для тех, кто добирается самостоятельно, в школах разместят специальные памятки, на которых указаны все светофоры и переходы поблизости от учебного учреждения. В свою очередь дорожные инспекторы сообщили о недочетах, связанных с установкой знаков – пешеходный переход и осторожно, дети, ограничителей скорости. Где-то их недостаточно, где-то знаки закрыты деревьями. Юрий Поляков поручил привести инфраструктуру в соответствии с требованиями. Протокол, пожалуйста, тоже заняться этим, довести до ума. Задача понятна. Надо торопиться. Время ограничено, неделя времени. Во всех школах города-курорта убедились в том, что работает пожарная сигнализация. Идет модернизация системы видеонаблюдения. Почти два с половиной миллиона рублей выделили на ограждение школы номер 21 в станице Анапской. Помимо общеобразовательных, к первому сентября готовятся и в учреждениях дополнительного образования. Там также заканчиваются ремонты. Все школы до начала учебного года проверит специальная межведомственная комиссия. Никита Бойко, Александр Лебеко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Анапа принимает первый по счету фестиваль «Таланты Арктики». Его главная задача – помочь даже самому малочисленному народу сохранить свою самобытность. Это особенно важно в условиях, когда уже не только в каждый дом, но и ирангу или чум пришел интернет. Начинание поддерживают на краевом, региональном и муниципальном уровне. Организаторы надеются, что идея получит продолжение и постоянную прописку в городе-курорте. Голоса зверей, птиц, душа Арктики в звуках – и это не фонограмма. В зале около 300 участников творческой смены из самых северных регионов России. Ханты, манси, чук, чайвенки, ненцы, коми-зыряне – представители более чем двух десятков коренных народов. Все они – призеры или лауреаты творческих фестивалей и конкурсов. Здесь же, в течение ближайших двух недель, они будут участвовать в мастер-классах, встречаться с артистами. Главная цель – пробудить или поддержать интерес юных северян к родной культуре, а главное – к языку, как ее основе. Показать, что без родного языка никуда. Без родного языка, какой бы ты ни был маленькой национальности, но изначально человек должен уметь разговаривать на своем родном языке, потому что это формирование личности, это формирование интеллекта, потому что только на основе своего национального опыта, на основании своего национального опыта что-то возникает и развивается человек, развивается личность. Ансамбль «Соловейка» из города-курорта Анапа. Среди почетных гостей – представители краевых властей и муниципалитета, а также глава республики Коми – одного из самых суровых регионов страны, который сохраняет свой южный форпост, детский санаторий, который стал площадкой для фестиваля. Тепло. Это в первую очередь. Во-вторых, конечно, ностальгия. Конечно, все мы родом из детства и когда-то в определенный промежуток времени соприкасались с этой территорией. Теплота, которая здесь всегда была, она остается и по сей день. Это, конечно, манит, это влекет к себе. И, конечно, дети это чувствуют. А знаете, дети, как никто, чувствуют фальшь. И с детства фальши нет. Вот это самое важное. Организаторы подчеркивают, новый проект лишь делает первые шаги. На уровне Краснодарского края пообещали поддержку. Мы самый южный регион Российской Федерации. Нас 5,5 миллионов, 120 национальностей. И нам, конечно, помогает общаться родной русский язык. Но за многие столетия мы сумели сохранить традиции, культуру и языки всех народностей и национальностей, которые живут на территории Краснодарского края. Для муниципалитета проект важен концептуально, как для Всероссийской детской здравницы, где уже проходят десятки конкурсов, фестивалей, форумов, спортивных состязаний, в которых участвуют самые юные жители страны. Позвольте мне, отец главы нашего города, Юрия Федоровича Полякова, отец совета депутатов нашего города, Леонида Ивановича Кочетова, поздравить с этим замечательным событием. Но на верхний день нам встречаться, как и здесь, на гостеприимной анапской земле. Анапа – это многонациональная гавань. Анапа – это республика детства. Ребята, я поздравляю вас с этим событием. Семья Ядни с Ямала занимаются резьбой по кости. В рамках фестиваля будут проводить мастер-классы. Кроме того, изготовили приз для лауреатов. Это обозначение полярного круга. А вот это Арктика, шапка вечная, ну, образно говоря, шапка вечной мерзлоты. Мальчик, естественно, на севере коренной, который чтит традиции, живет по традициям, по-другому он жить не может. Вот это солнышко, которое светит ему, и лучик солнышка, который в голову бьет, это как бы его озарение. А по краям – это стойбище чумов, яранги всякие. Виктор Ядня побывал в Анапе с отцом, когда ему было 18 лет. Тогда он впервые искупался в море. В своем возвращении он видит знак. Как говорится, веление богов, духов. Так или иначе, но организаторы надеются, что форум будет постоянным, с пропиской, единой для всей страны, республики детства. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. На краевом уровне отмечают положительную динамику в борьбе с наркоманией и алкоголизмом. Говорят о командной работе властей разного уровня, а также взаимодействии с правоохранительными органами. Сегодня прошло первое совместное заседание антинаркотической комиссии города-курорта и общественного совета сельского округа. Оно прошло в станице Анапской. Муниципальные власти намерены сделать такие встречи постоянными. Видно, что работа проводится, и она командная. И каких-то цифр, которые были бы для вас кризисными, которые говорили бы о том, что профилактическая работа не ведется, таких цифр нет. При этом Елена Захаревич отметила ряд моментов, над которыми необходимо поработать. В частности, больше информировать жителей о том, что существует телефон доверия, по которому можно сообщить о фактах употребления или продажи наркотиков. Обычные жители часто видят потребителей наркотиков, которые ищут так называемые закладки. Они могут быть сделаны перед жилыми домами. И такое соседство не устраивает ни горожан, ни станичников. В целом, уровень наркомании и алкоголизма в городе-курорте ниже среднего по краю. Заместитель главы муниципалитета Роман Дикий отметил работу Общественного совета Анапского сельского округа и порекомендовал другим территориям перенимать лучшие практики. Мы продолжим вот такие вот посещения сельских округов для того, чтобы посмотреть, какое же на самом деле взаимодействие органов местного самоуправления, территориальных органов самоуправления, советов общественности с участковыми полномочиями полиции, с теми сотрудниками, которые борются с распространением наркотиков. И, может быть, посмотреть, какое взаимодействие с образовательными организациями, с учреждениями, спортивной направленности для того, чтобы максимально задействовать все возможные ресурсы и средства для борьбы с наркоманией и наркобизнесом на территории муниципального образования. Анапский многофункциональный центр вошел в тройку лучших в крае, уступив только Краснодару и Армавиру. В номинации «Лучший сотрудник» заняла второе место работник Анапского МФЦ Александра Бандурина. Итоги конкурса подвели накануне. Вручал награды губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил социальную значимость работы многофункциональных центров. Критерии отбора победителей были достаточно серьезные. Техническое оснащение, состояние помещения, соблюдение норм доступной среды. Но самое главное – время ожидания в очереди и обслуживание людей. В этом году Анапскому МФЦ удалось практически вдвое сократить эти показатели. В среднем ждать приходится 17 минут, а на решение вопросов уходит 15. Это значительно повлияло и на статистику. Если, например, в 2017 году нами было принято порядка 248 тысяч граждан в течение всего 2017 года, то на 1 августа 2018 года нами уже обслужено порядка 210 тысяч граждан. То есть до конца текущего года мы ожидаем прирост порядка 100-150 тысяч заявителей пройдет через Анапский многофункциональный центр. Основные услуги – это регистрация права собственности, то есть переход права, это переезд, это услуги федеральной миграционной службы, это переезды на новое место жительства, это регистрация иностранных граждан. Опять же, проводился у нас чемпионат мира по футболу. У нас только в течение июня месяца прошло по регистрации иностранных граждан порядка 3 тысяч человек. В ближайшее время МФЦ расширит перечень услуг. Теперь здесь можно будет получить загранпаспорт 10-летнего образца. Анапские пенсионеры осваивают просторы интернета. Комплексный центр социального обслуживания населения совместно с Пенсионным фондом и Анапским колледжем «Сфера услуг» запустил новую программу обучения компьютерной грамотности для пожилых людей. В течение 32 академических часов пожилые студенты с нуля осваивали компьютерные программы и знакомились с познавательными интернет-сайтами. Любови Леонидовне, 62 года, по словам Анапчанки, старается идти в ногу со временем. Одноклассники, ватсап, социальные сети, которыми она научилась пользоваться самостоятельно. Однако этого ей показалось мало. На курсах компьютерной грамотности пенсионерка завела профиль на сайте госуслуг. Теперь оплачивает все счета и записывается на прием к врачам только через интернет. Говорит, что теперь больше времени остается на внуков. С ними она, кстати, общается теперь по скайпу. Живут они в других городах. Освоила Любовь Леонидовна графические и текстовые редакторы. Это уже с перспективой найти подработку. Без дела на пенсии она сидеть не привыкла. А опытом, полученным на курсах, готова бесплатно делиться с подругами. Потому что переходим на эту систему. Вот регистрация, особенно регистрация в госуслугах. Это очень полезно сейчас для меня. То есть я как-то урывками, не полностью и не конкретно это знала. И теперь я уже в госуслугах и могу оплачивать. Программу обучения компьютерной грамотности для неработающих пенсионеров запустили в этом году. Раньше сотрудники Центра социального обслуживания помогали пожилым людям освоить современные технологии. Теперь поддержку оказывает Анапский колледж сферы услуг, предоставив компьютерные классы, а также квалифицированного учителя информатики. Это замечательная база. Судя вот по тому, что наши слушатели сегодня, они, наверное, похвастаются успехами, действительно освоили очень много. А многие здесь сидят, абсолютное большинство те, которые даже не умели держать мешку. Ну, несмотря на то, что везде компьютеры. По окончании курса более 20 студентов получили именные сертификаты. Колледж предложил провести дополнительные консультативные занятия. На них пенсионеры смогут закрепить весь усвоенный материал. Курсы компьютерной грамотности решили сделать ежегодными. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. Попробовать себя в роли следователя можно в смене. Во Всероссийском детском центре прошла пресс-конференция в рамках образовательной программы «Юный следователь». Юноши и девушки со всей страны смогут научиться раскрывать запутанные дела и почувствовать себя настоящими следователями в смене. В центре впервые стартует программа «Юный следователь» при поддержке Следственного комитета России. В течение трех недель педагоги дополнительного образования будут открывать перед сменовцами секреты профессии. Мы научим АЗАМ, собственно, профессии следователя. То есть мы попробуем укомплектовать в наше занятие курс именно криминалистики. На каждом занятие будет и теоретическая часть, и практическая. По моему мнению, самое интересное занятие, наверное, будет для детей дактилоскопия. То есть снятие следов отпечатков пальцев и, я думаю, то, что еще габитоскопия. То есть габитоскопия – это описание фоторобота-человека. Думаю, то, что я научусь здесь быть следователем. Нужно пытаться изучить именно то, что является самым сложным, чтобы это казалось легким. Цель образовательной программы «Юный следователь» – заинтересовать детей и ориентировать их на дальнейшее обучение в области государственной службы. Я желаю всем, вам, ребята, ставить очень высокие цели перед собой и достигать их. Не отступать перед трудностями и ценить, наверное, ту страну, в которой вы живете. Путешествуя по лету, мы читали книгу «Эту». Для юных посетителей сотрудники Центральной библиотеки подготовили праздник в рамках закрытия летних чтений. Развлекательная программа порадовала и детей, и взрослых. Главными гостями праздника стали дошкольники детского сада «Тополек». Ребята вместе с Незнайкой, котом-ученым, путешественницей Элли готовились к новому учебному году. Отгадывали загадки, танцевали, обсуждали книги, которые прочли за это лето. В школе нужны тетради? Да! Похлопаем, похлопаем, похлопаем. Ну, девочка, что она достанет с рюкзака? Даже если она девочка, она всегда достанет куклу. Был организован и библиотечный дворик, где дети с радостью участвовали в мастер-классах, решали кроссворды и делали аппликации. Удивительным гостем праздника стал детский театр кукол-чудодеи. Здравствуй, бабочка! Привет вам! Сотрудники детского отдела подвели итоги школьного и внеклассного чтения. Среди ребят. Летние чтения завершены и сотрудники библиотеки ждут ребят в новом учебном году. Уже завтра Анапа присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Жители и гости города-курорта смогут увидеть документальные и художественные кинокартины на театральной площади, в домах культуры, а также в Анапском археологическом музее. Участников акции ждет насыщенная и интересная праздничная программа. В 4 часа дня Анапский археологический музей приглашает жителей и гостей курорта в мемориальный зал Матери Марии, где продемонстрируют фильм из документального цикла «Больше, чем любовь». В 19.00 самых маленьких посетителей музея ждет увлекательная мультвикторина от древнегреческих героев. Весь вечер будут работать тематические выставки. На театральной площади и в сельских домах культуры акция стартует в 7 вечера. В рамках мероприятия все желающие смогут бесплатно увидеть любимые российские фильмы с больших экранов. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова